Чтобы добраться до нашего рынка, большому кроссоверу Hyundai Palisade потребовалось ровно два года. Что неудивительно, в родной Корее модель стала хитом практически мгновенно, а затем новинку резко распробовали американцы. Теперь оценить достоинство флагманской модели предстоит уже нам. Чтобы это сделать, надо иметь минимум 3 149 000 рублей. За эти деньги Hyundai будет предлагать восьмиместные дизельные палисады, а бензиновая версия обойдется на 50 000 дороже. Как подобает флагману, в стартовую комплектацию включены кожаный салон, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, светодиодные фары, электропривод сидения водителя, камера заднего вида и многое другое. В топовой комплектации такой Hyundai стоит почти 4 миллиона. Притом вместо трехместного дивана на втором ряду можно заказать пару раздельных капитанских кресел с обогревом и вентиляцией. Забрать свои палисады до нового года заказчики не успеют, так как реальные продажи стартуют только после январских праздников. И еще, за этого корейца придется платить так называемый налог на роскошь, то есть повышенную ставку налога транспортного. Еще один затянувшийся сериал под названием «Выход Land Rover Defender» тоже порадовал финальными титрами. Дилеры, наконец, начали продажи реальных машин, хотя до этого только принимали заказы. К счастью, за неполных три месяца ценники остались прежними, и в базовой комплектации пятидверка по-прежнему стоит чуть больше 4 миллионов рублей. Ну а топовые Land Rover это сразу 7 миллионов. На выбор предложены пара турбодизелей и один бензиновый мотор, дополненный мягкогибридной надстройкой. Во всех случаях передавать крутящий момент помогают 8-ступенчатый автомат и 2-ступенчатая раздатка. И напоследок о кроссовере, что называется попроще. Марка Cherry выставила новые прайс-листы на свою самую доступную модель – кроссовер TIGA 4. Так, с приходом зимы машина стала дороже на сумму от 30 до 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Вдобавок из гаммы исчезло сочетание двухлитрового атмосферника и механической коробки, а стартовый мотор объемом полтора литра перенес модернизацию. Правда, что нам дают новые форсунки, катушки и блок управления, в Cherry не рассказали.